27 мая десногорцы приняли участие во всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». Майский интеллектуальный забег стал пятым, начиная с 2018 года. Общественно полезное мероприятие с энтузиазмом поддержали атомщики, волонтеры города и студенты Десногорского энергетического колледжа. В роли организаторов выступили сотрудники Центральной библиотеки Десногорска. Ровно в полдень более 50 волонтеров отправились в самые популярные места Атомграда, чтобы обменять книги на знания. Всего было организовано 4 маршрута интеллектуального забега. Проходя свою дистанцию, участники акции предлагали случайным прохожим ответить на вопросы из области литературы, знаний о родном городе и регионе. Не обошлось и без забавных вопросов с подвохом. Кто под проливным дождем не намочит волосы никогда? Наверное, тот, у которого... Волос нету. Абсолютно верно. Ёжик, наверное. У ёжика нет волос. Каждый, кто ответил правильно, получал в подарок за свои знания книгу. Все, кто с вопросом не справился, тоже не остались без призов. Их ждали блокноты и промокоды для крупнейшей онлайн-библиотеки Литрес. Всего участники акции успели вручить десногорцам 300 книг. Мне очень ценно, что я сегодня неожиданно очень для себя получила такие замечательные книги. Акция «Бегущая книга» проводится два раза в год, весной и осенью. Первоначально это мероприятие проводилось в городах присутствия атомной отрасли, где и появилась эта идея. Сейчас креативный подход к просвещению ежегодно набирает обороты по всей стране при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках программы «Территория культуры Росатома». В 2021 году это необычное событие посвятили Общероссийскому дню библиотек и 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Акция «Бегущая книга» просто замечательная, потому что в последнее время люди стали меньше читать художественной литературы, которая действительно круто прокачивает мозги, которая влияет на ваши интеллектуальные способности, которая влияет на эрудированность человека. Вообще читать нужно обязательно. Родители, приучайте детей к чтению, взрослые, читайте и подавайте собой пример детям.